Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. То есть, ну разница там 1-2%. И таким образом, когда люди говорят, а как же так? Ну вы же сами вот видите, опросы делали, вы же их поддерживаете. Поэтому это яркий пример фальсификации выборов. Но надо отметить, что сейчас в регионах не так все просто. И некоторые там губернаторы что-то побаиваются и так далее. И вдруг здесь появляется интересная схема. Но, господин президент в один день меняет десятки губернаторов. Причем меняет он не на тех, кто умеет руководить, а на тех, кто ему близок. На представителей ФСБ, ФСО, МВД. То есть люди, которые будут под козырек решать то, что скажет президент. Таким образом, мы видим узурпацию власти на уровне регионов. То есть мы уже понимаем, что как бы народ не голосовал, как бы он не ставил задачу выбрать того или иного независимого кандидата, если он не дай бог, конечно, дойдет до этого, то с этого момента они сделают так, что этот кандидат окажется там, я не знаю, где-нибудь пятым, шестым или седьмым. Я на своем опыте могу сказать, когда я шел в мэры города Электростали, мы шли ноздря в ноздрю с тем претендентом, который... Причем это действительно было так, но когда прошли выборы, оказывалось, что я в два раза меньше набрал голосов. Вот как умеют ребята считать. Поэтому вопрос о том, что же будет дальше, если мы, допустим, пойдем и решим бороться с системой. А с системой бороться таким образом, как идти на голосование, бесполезно. Это что садится шумером играть. Вы где-то что-то выиграете, но в принципе вы проиграете. Поэтому цель и задача режима в любом случае поставить тех, кто будет, как бешеный принтер, печатать законы, о которых я сегодня хочу сказать. Надо отметить, что все это делается с учетом того, чтобы взять под контроль всю систему экономики, внешней политики, внутренней политики, небольшой группой людей. И эта группа известна. Это олигархи и чиновники высшего уровня. Перечислять их нет смысла, поскольку все прекрасных знаете и знаете, о чем они говорят и как они красиво рассказывают о том, что мы будем прекрасно жить в недалеком будущем. Так вот, начнем с тех законов, о которых они умалчивают, о последствиях этих законов. Вот первый шаг. Для того, чтобы удержаться режимом власти, он, естественно, должен на что-то опираться. А на что он будет опираться? Тогда не было такой силы, как сегодня. Это в 2007 году режим принял соглашение с НАТО о ратификации соглашения между государственными участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе партнерства в Радио-Мир. Так вот, согласно анализу этого договора, я подчеркиваю, анализу, которую провели независимые эксперты, войска НАТО имеют право беспрепятственно ходить на территорию России, оказывать поддержку правительству Российской Федерации, подавлять народные волнения и осуществлять другие необходимые меры. Это еще в 2007 году наш режим решил себя обезопасить. Но на этом не останавливается и действует в рамках тех интересов, которые присущи альгархическому плану. Он выпускает такой закон, как 126 ФЗ. Этот закон гласит о том, что мы вступили в ВТО. И когда мы обсуждали этот вопрос и встречались с тем же Федоровым, я ему задал вопрос. Скажите, как вы могли принять такое соглашение, не прочитав того текста, который у вас был? На что он не ответил, спокойно, но это же корпоративное решение. Вот у нас таким образом корпоративное решение принимается по всем остальным законам. К чему мы приходим? К тому, что мы по сути дела теряем сегодня суверенитет страны. Поскольку суд ВТО имеет полное право закрыть, то есть отменить указ президента, законы страны и принимать свое решение по тем или иным вопросам, связанным с этой организацией. То есть социальная сфера, торговля. Все, что касается этого, суд ВТО может принимать решение, независимо от того, как решит президент или решит правительство. Ну, хотя и президент правительства, понятно, как он у нас решает. Но, по сути дела, мы с вами теряем суверенитет. Далее, после этого, идет шаг третий. Вот об этом я хотел бы особо остановиться. Это ТОР. Вот сейчас у нас идет такая мощная кампания о том, что мы сегодня с вами, так сказать, максимально получим инвестиции. И что у нас Дальний Восток, Приморье, оно будет великолепно расцветать, что у нас там будут заводы строиться и так далее и тому подобное. Да, но никто не говорит. А как это будет происходить? А происходит очень просто. Сегодня, значит, закон 473-й о территории, как приезжающего социально-экономического развития Российской Федерации, который был принят, интересно, он принят год 29 декабря 2014 года. Когда народ уже готов был праздновать, его так потихонечку принимают. Причем, я надо отметить, что здесь КПРФ и ЛДПР не голосовали, как ни странно. Справедливая Россия проголосовала частично, а Единая Россия полностью 100%. Поэтому получается, что данный закон, который на сегодняшний день создает независимые территории на территории Российской Федерации, на этих территориях, подчеркиваю, они выведены из-под юрисдикции законов Российской Федерации. То есть на этих территориях не действуют такие законы, как о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о лицезировании, об экологическом экспертизе, таможенных отчислениях и также кодексов Российской Федерации. Гражданского, градостроительного, трудового, земельного, лесного и других законодательных актов Российской Федерации. То есть, по сути дела, данные территории имеют свои законы. Это как может быть на территории Российской Федерации имеются анклавы с своими законами и своей независимостью, которые, кстати, не платят налоги. На этих территориях имеют право завозиться неограниченное количество мигрантов, которые, кстати, имеют полное право участвовать в армии, то есть, они могут быть призваны в армию и в дальнейшем, после ассимилирования, они могут обладать правами избирательными, то есть, избираться и быть избранными. То есть, по сути дела, мы с вами получаем новое пособие. То есть, когда на наших территориях нам будут указывать, что нам делать, вообще нужны ли мы им вообще там, на этих территориях. То есть, когда идет разговор о том, что эти территории мы отдаем для того, чтобы привезти инвестиции, это ложь. На 70 лет отдать в аренду территории транснациональным корпорациям и китайам, это, по сути дела, уничтожит страну. По сути дела, уничтожит страну. И сейчас наши СМИ, которые, так сказать, под контрольной власти, везде информируют о том, что великолепно у нас сейчас открылось, у нас там началось и так далее. А где же экономические зоны, о которых мы с вами уже не слышим? О которых, я помню, так долго и много говорили, что там великолепно все будет, и там люди будут жить прекрасно. Что-то у нас разрыв в 16,5 раз между богатыми и бедными, это официальный разрыв в 16,5 раз. Это, по сути дела, африканская страна. Вот такие территории мы с вами сегодня получили. Надо отметить, что, по сути дела, кроме того, что они приняты незаконно, то есть они нарушили 7 статей Конституции и Конституционного закона, все-таки правительство наплевало на это решение, президент на это, так сказать, снисходительно посмотрел и подписал. То есть вот вам результат деятельности данного режима. Далее, что мы сегодня имеем? Мы имеем с вами легализацию ювенальной юстиции. Мы долго боролись и в ПДС, и в РНФ о том, что нельзя на территории Российской Федерации включать и дать возможность действовать ювенальной юстиции. Надо сегодня, после того, как в конце своего, так сказать, правления Государственная Дума вносит в статью 116 УК поправку, где, по сути дела, легализует ювенальную юстицию следующим образом. Теперь за шлепок в семье ребенка, если ты шлепок, можно получить два года. А за то, что ты морду набил, извините за грубое слово, на улице, ты платишь 40 тысяч рублей. То есть что получается? Что в данном случае родители, они становятся бесправными. Они не могут на ребенка накричать, уж не дай бог подзатыльник, да? То есть таким образом, соответствующие морду к нему придут и скажут, либо вы сядете, либо мы изымаем у вас ребенка, поскольку у вас неблагонадежная семья. И отдадим ее в другую семью более благонадежно и не исключено, что вы иностранные. Вот таким образом рушится ядро государства, рушится семья. То есть, по сути дела, мы с вами получили то, что культивируется сегодня, шантаж родителей и доносительство со стороны детей. Известно, как на Западе это делается. У меня есть знакомые, где 14-летняя девочка, бабушка и маме говорят, если ты будешь на меня кричать, я просто позвоню, с вами разберутся. И полиция наденет на вас наручник. То есть, понимаете, что получается? Мы подрываем устои общества. Не мы, а власть, режим. Поэтому это один из основных моментов. Но режим перешел к астровому обществу. Он, по сути дела, принимает 3 июля 2016 года такой закон, который освобождает от уголовной ответственности и, значит, с назначением судебного штрафа. То есть, получается, что если я, ну, избил кого-то, и этот человек обратился, чтобы меня арестовали, посадили за побои, ему говорят, извините, мы вас не можем посадить, поскольку есть такой закон ФЗ 323, где есть судебный штраф. То есть, я могу, извините, еще раз так доброе слово, набить морду, заплатить, соответственно, около там 250 тысяч рублей, и мне больше ничего ко мне не будет применяться. Но самое интересное, в этом законе сказано, что если я не заплачу эти 250 тысяч рублей, то меня завтра арестовывают и сажают. Для кого такие законы делаются? Ну, соответствующие эти законы делаются для тех, кто имеет деньги. То есть, по сути, мы переходим к астроному обществу. Им все дозволено, а нам не дозволено. А примеров тому масса. Ну, пример дела оборонсервиса Сердюкова, где было похищено порядка 6,7 миллиарда рублей, и где Сердюкову за закрытым указом 20 марта 2012 года экс-президент господин Медведев вручил звезду героя за работу, очень хорошую в Министерстве обороны. После чего, соответствующим образом, он был выведен из-под уголовной ответственности. Да, Василию взяли, да, ее арестовали. Где она сидела, непонятно. Правда, показывали, какой у нее миникур, как она там в этой камере ведет. Сидела ли она в камере или нет, мы не знаем. Но то, что им вернули все ее богатства, которые она нажила, ну, непосильным трудом, все это знают. Так что плевок в народ очевиден. Второе дело Анна Шевенкова, которая сбила, значит, насмерть одну женщину, это дочь председателя Иркутского облудсполкома, избирательного комиссия, извините. Так она отделалась легким испугом. Ей за данное, так сказать, убийство, потому что она, по сути дела, убила человека, дали, если я не ошибаюсь, 3,5 года со срочкой на 14 лет. А потом, через некоторое время, сняли судимость. Вот, а интересно, в это время, в это время, в Самарский суд Юлии Кругловой, которые 4 ребенка имеют и беременные, в пятом, дали 3 года поселения. Вот вам законы. Как трактовать? 16 тысяч законов напекла наша Государственная Дума, в которых разобраться невозможно, которые могут трактовать, как хочешь. А вот то, что было, значит, на Ленинском проспекте, когда вице-президент Лукоил Анатолий Клопин практически угропил, но не он лично, а его водитель, значит, 35-летнюю Ольгу Александровну и, значит, еще врача, забыл, извиняюсь, как, Сидельникову, да, по-моему, Сидельникову, да. Так, камеры, оказывается, были выключены, ничего не доказали. Вначале, значит, приехала патрульная служба, сразу сказала, что здесь Александровна виновата и, как это могло быть, вообще-то суд признает виновность того или иного. И когда уже началась, так сказать, шумиха, начали выкручиваться. Ну и выкрутились, конечно же. Все равно признали то, что Александровна в принципе виновата. Это вот вам подготовка к тому, что у нас называется, так сказать, созданием кастового общества. Так вот, я хочу сказать, что, я извиняюсь уже, да, но буквально штрихами. Создана Национальная гвардия, для каких целей вы знаете. По сути дела Национальная гвардия сейчас будет защищать всю политику режима. Но мне говорят так, да, вы, то, что Яровая, у нее там, так сказать, закон тотального, так сказать, контроля за людьми. Это все мы слышали. Но задают так, а что вы можете предложить, а вообще что делать? Вот есть ли у вас какие-то решения? Вот я хочу сказать, что на протяжении пяти лет нами, национальными патриотами, досконально проработана система власти, работающая в интересах нашего народа. Направлено не на не уничтожение, не на геноцид народа, а на возрождение России. Нашими учеными экспертами подготовлены проект народной конституции и более 200 проектов законов конституционных, по которым должна жить страна и которые должно обсуждать общество. Мы ставим задачу ликвидации класса олигархов и возврат новорованного имя народного достояния, а сейчас это называется национальным достоянием, рекламу, оказывается это достояние национальным, его исходному владельцу общенарозу, а не олигарху. Мы заявляем, что каждый гражданин Великой России с момента его рождения должен получать дивиденды за использование природных ресурсов, которые по праву он должен получать. И мы в этом проекте народной конституции включили этот пункт. Так что мы должны сделать? Буквально же коротко. Если мы считаем себя национал-патриотами, обязаны активизировать работу по консолидации всех здоровых сил в регионах страны, объединив их в единый фронт борьбы за свое право жить достойно. Мы должны развернуть кампанию во всех доступных для СМИ по координатной смене действующей системы власти, разлагающей основы государственности. Мы должны довести до нашего народа всю лживость, проводимую режимом политики, провести пропаганду нашей позиции и наших предложений, обратиться к народу за поддержкой предлагаемых нам изменений. Мы просто обязаны не допустить возможного развала страны и дальнейшего раздробления действующим режимом. Режим рассчитывает на пати у граждан одиночные локальные выступления, которые подавить для него не составляет труда, но он не рассчитывает на консолидацию по всей стране сил противодействующих этому беспределу. В этой связи мы призываем все здоровые силы начать консолидацию за право жить достойно нашему народу в нашей великой стране России. Спасибо.